Желающих работать в оккупационной власти Крыма по-прежнему не хватает. Так, Сергей Аксенов на заседании экспертно-консультационного совета заявил, что проблема кадрового дефицита для полуострова – одна из самых актуальных. Об этом по итогам встречи Аксенов написал на своей странице в сети Facebook. Необходимо наметить и сформулировать пути создания в республике кадрового резерва и новой государственной политики в области госуправления. В оккупационном правительстве гостям из Москвы жаловались работать якобы тяжело из-за того, что крымчанам негде набираться опыта, как работать в условиях российских стандартов. Мы рассчитываем, с моей точки зрения, на наших московских коллег, которые вошли в состав совета, чтобы у нас появились площадки для подготовки, переподготовки, для обучения кадров и на федеральном уровне. Чтобы мы не только здесь у себя в Крыму могли сосредоточиться, но и могли обмениваться опытом, могли отправлять наших студентов и молодых сотрудников, и не просто не только молодых сотрудников, но и в другие регионы могли перенимать там этот опыт. Самопровозглашенный глава Крыма ранее еще и отмечал, желающих идти работать во властной структуре нет и из-за требований по квалификации, и из-за низких зарплат. Чиновники получают от 12 до 20 тысяч рублей, и это еще госслужащие, которые работают уже по 10-15 лет. Сегодня у нас 500 вакансий в республиканских органах власти, 1600 в муниципалитетах, но идти работать на эти места мало кто хочет. Желающих нет идти работать в органы власти, и с кого брать я не знаю. А с учетом закона несовершенного с точки зрения квалифицированных требований, мы должны брать орденоносцев, которые по 5 лет успешно отработали. Где их взять? Говорит о нехватке специалистов и так называемый глава Госсовета Владимир Константинов. Он считает, что Крыму нужно 10 тысяч специалистов из регионов России для реализации различных проектов. Опрошенные крымчане не так, чтобы очень радовались возможным варягам. Ну, правительство наше нормально работает, чиновники им не очень помогают, это очень плохо. Но наш Аксенов борется с ними, мы надеемся на удачу, что он их победит, все-таки всех чиновников, и будет у нас все хорошо. Есть какие-то недочеты, но это работа. Нормально все, у нас всегда все хорошо. Я уже старый человек, я всем довольная. Ну, что, может быть, они лучше знают все, чем наши, еще помогут, что-то посоветуют. Да я не знаю, может, наших найдем получше. Это серьезный вопрос, потому что сюда тоже вряд ли кто так приедет быстро, более-менее нормально. А едут так, кто-то там накрутит. И Аксенов, и Константинов на дефицит кадров жаловались не раз. Но при этом тот же Аксенов, по данным российских СМИ, против того, чтобы Кремль присылал в Крым своих людей в качестве членов правительства. По их данным, самопровозглашенный глава Крыма предлагал российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку подумать об отмене поручения правительства РФ о назначении на полуостров московских чиновников. И ограничиться лишь замами в 3-4 министерства. Продолжение следует...